Вынимание граждан! Во дворе вашего дома обнаружена листовная бомба во времена войны. Для обеспечения вашей безопасности необходимо поднимать в башню... Такое сообщение разбудило жителей улиц Юбилейная 6 и Гагарина 55Б в пятницу утром. Информационные листы на подъездах появились еще накануне. Гражданам посоветовали взять с собой только необходимое. Некоторые же подготовились к самым страшным последствиям. Чтобы не вызывать панику, жильцам окрестных домов дали лишь часть информации. Но это породило еще больше слухов. Ночью было страшно спать. Не дай бог взорвется вот так. Кто-нибудь полезет. Не дай бог, что-нибудь случится. Не пожелание кому такого. Дорога является и проезжей, и тут постоянно гуляют дети. И машины больше грузные к стройке подъезжают. Поэтому, прежде всего, конечно, страх за людей и за окружающие дома, которые тут находятся. Все-таки микрорайон новый, домов очень много. И когда находишь такую находку в центре жилых домов, очень страшно. А в 9 утра специалисты приступили к разминированию снаряда. Смертоносную находку обнаружили за несколько дней до эвакуации. Для проведения коммуникации 17 августа начали демонтаж железобетонных плит на проезжей части между новостроем и жилым домом. С времени обнаружения до момента эвакуации была выставлена силами сотрудников МВД России по городу Калининграду полосуточное оцепление и охрана. Спасатели сработали оперативно. Бомба была обезврежена, опасный объект увезли. Уже через пару часов жильцы смогли вернуться в свои квартиры. Подобное происшествие – результат халатности. В Калининградской области порядок должен быть таким – саперы, археологи, строители. В новом квартале о старых правилах забыли, но история о себе напомнила. К 1946 году были утилизированы почти 3,5 миллиона взрывоопасных снарядов, но оказалось, что далеко не все. Так говорят немецкие источники. По ним четко видно, что здесь оставлено почти 6 миллионов единиц взрывоопасных предметов. Поэтому на протяжении долгих десятилетий это все выталкивалось с землей, находилось вездесущими мальчишками и, конечно, черными копателями. Археологи тоже рискуют. Если они исследуют территорию, отведенную под хозяйственные объекты, сначала ее проверяют саперы. Но когда дело касается научных изысканий, помогает только удача. Впрочем, это касается каждого. Страшные находки всплывают ежегодно. Так, в 2012-м на улице Янтарной обнаружили 10 снарядов времен Великой Отечественной войны. А вот в 2013-м количество таких находок в регионе превысило 4 тысячи. Громкое дело 2014-го – боеприпасы из прошлого на территории аэропорта. Город Кёнигсберг в прошлом крепость первой категории, самая мощная в Европе, имела 15 фортов. В каждом – внушительный боекомплект. Часть хранилась в подземных помещениях. И во время войны многие опасные снаряды оказались спрятанными под землей. Сегодня в этих районах появились новые жилые кварталы. Выходит, что буквально весь Калининград – это минное поле. Светлана Крюкова, Максим Кириченко, Служба новостей, Город.